Монгольский язык 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 Например, в Хакасии недавно ученые обнаружили останки буддийского храма, и это говорит о том, что они когда-то тоже какое-то время, отрезок времени были буддистами. Итак, тувинцы сегодня являются, тюркоязычный народ, буддистами. И историки отмечают несколько этапов проникновения буддизма в Саяно-Алтайское Нагоре, где сегодня современные тувинцы проживают, начиная с первого века до нашей эры, потом седьмой, шестой, седьмые века нашей эры, седьмой, восьмой, девятый и дальше. Конечно же, очень активное такое проникновение происходило, этапы происходили во времена монгольских империй, монгольских ханов. И последний раз, и по сегодняшний день, вот этот отрезок более двухсот лет, да, с начала восемнадцатого века, ну, с конца семнадцатого века, и по сегодняшний день, это последний этап проникновения буддизма в туву, и оно прочно осталось в туве. Какое-то время, советское время, тоталитарное время, были попытки уничтожить это учение на территории тувы, но не удалось. То есть, где-то начиная с тридцатого, с конца двадцатых годов по сорок шестой год, были разрушены все храмы, репрессированы, убиты, расстреляны многие деятели, ламы. Но, тем не менее, сорок шестого года, по результатам Великой Отечественной войны, нашествия фашизма, все религии приняли очень активное участие, в том числе и бурятские наши буддисты, тувинцы, калмыки, очень много приняли участие в этом Великой Отечественной войне, и также и православное христианство и мусульмане. Сталин в сорок шестом году разрешил религии немножко как-то вот начинать свое бытование, можно так сказать. И с этого момента в Туве тоже в сорок шестом году вблизи есть город Чадана, когда едешь в Лангом, через этот город уезжает, дорога проходит. И по шестидесятый год, апрель, там в Чадане существовала такая юрточная дуганы, и уже 59-го года с лета началась такая запрет религии, и в апреле 60-го года этот дуган был ликвидирован. И все предметы были сданы в Национальный музей. Вот такая вот история. А так вот, начиная с 20-х годов, конца 20-го года, 20-го века, и по конец 80-х годов буддизм, некоторые считают, что он совершенно подпал под запрет абсолютный, а такого не было. Он развивался, присутствовал в Туве, развивался подпольно, секретно, тайно развивался. И многие такие вот большие ламы, благодаря им буддизм в Туве не заглохло окончательно. И начиная с конца 80-х годов и по сегодняшний день, буддизм возродился и сегодня развивается. В моем докладе указано, сколько хит присутствует, построено на территории Тувы, сколько туганов. 9 хуре, но это небольшие хуре, не такие, конечно, как в Монголии хиты, имеют вид. Это тоже, когда окончательно разрушаются здания, объекты, религии, то снова восстанавливать очень трудно. Присутствует очень много причин, конечно. 6 туганов присутствуют, сегодня работают 2, Дхарма-центра, и там сегодня очень активно работают общественные религиозные организации верующих буддистов в сегодняшней Туве. Работает управление Камбаламы, это верховное управление. Раньше буддизм с начала 90-х годов буддистские организации, буддизм Тувы, работал под предводительством Камбаламы Бурятии. Потом, в середине 90-х годов, они так же, как Калмыкии, они стали самостоятельно управляться. И сегодня так же управляются самостоятельно. Какие положительные стороны буддизма сегодня можно отметить? Сегодня особенно молодежь очень активно привержены к буддизму. Они знают, как молиться, как... Каждая семья уже знает, если в семье какие-то происходят, допустим, рождается ребенок, обязательно обращаются к буддистским ламам, приходят к урехи, активно спрашивают, как назвать имя ребенка, какое имя дать. Раньше, вот где-то, ну, 10-15 лет назад такого не было. Свадьбы, дни свадьбы спрашивают, когда можно провести, какой день благополучный для проведения свадьбы. Потом, без участия буддийских лам не проходят, не проводят похоронные обряды. Вот эти вот... Такие вот... Такое отношение к жизни, к организации жизни, духовной организации жизни туинских семей где-то вот 10-15 лет тому назад абсолютно не было. Что самое интересное? Тувинские буддисты при обращении к ламам, если по какому-то вопросу обращаются к ламе, то тут же обращаются обязательно к шаманам. Как будто вот проверяют, что лучше. В этом отношении этот синкретизм у нас, наверное, очень сильно развито. Еще одной положительной чертой буддизма является то, что если раньше такого не было, в начале 90-х, каждая буддийская семья, особенно молодые люди, считают, что буддизм соотносят с тем, с национальностью своей. Если ты тувинец, ты должен быть буддистом. Если ты буддист, значит, ты должен... Ты тувинец. Вот такое вот наблюдается явление. По переписи населения сегодня 99 тувинцев себя читают буддистами. Ну, а что касается... Что можно сказать о деятельности буддийских организаций, буддийского духовенства? В основном они, конечно же, я в докладе... Мы в докладе указали. В основном они занимаются ритуальной частью буддизма. Чтение различных сутр, утренний молебен, обеденный молебен. Очень часто они посещают, их приглашают в семьи и заказывают различные обряды. А так, чтобы буддийские... Сегодня тувинские... Тувинское духовенство, чтобы читали лекции по философии буддизма, в этом отношении эта работа немножко не развивается. Буддийскую философию, в основном тувинские верующие... Тувинские верующие получают от приезжих деятелей. Это в основном из Индии, тибетские учителя. Учителя Гешет Джампат Инлей, у него постоянно там график имеется. Если раньше... Если мы считаем, что так и было, что буддизм тувинский развивался благодаря монгольскому буддизму, и некоторые ученые так и считают, что роль Монголии в развитии, проникновении буддизма, распространении буддизма, развитии буддизма в туве большую роль оказала Монголия, монгольское духовенство, то в сегодняшней жизни из Монголии очень редко приезжают к нам монгольские духовные лица, и хотелось бы, чтобы вот эта вот традиция снова возродилась, и чтобы вот философию учителя-философа Акбан Балтана, почему бы тувинским и студентам не рассказать, молодежи, и сами тувинское духовенство бы через это, может быть, почерпнули очень много глубоких знаний. Вот эти вот, если коротко рассказать, сегодняшний буддизм имеет вот такое вот развитие. Я теперь хочу показать в конце, какие объекты построены, и какой они вид имеют. Можно? В конце. Уже? Ага, хорошо. Ну, можно быстро. Буддийские объекты. Вот это вот главное управление Камбаламы. Интересно тем, что здесь этот объект проектировал кореец, современный архитектор, поэтому немножко каноны здесь немножко изменены, конечно. Это в столице республики Кызыля главный храм. Около, я сказала, около 19-20 хит и дуганы имеются, но строятся новые объекты тоже. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ